На нашем канале проходит новогодний розыгрыш. С его условиями вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Это история о том, как тупая идея одного человека вылилась в самый худший турнир по киберспорту в истории, умудрилась разозлить крупные киберспортивные организации и сделала же свою же компанию банкротом. Одно место живет под клеймом «Худший турнир». Огненный фестиваль гейминга, с пропажей компьютеров, конфискованными паспортами и не единым выпученным центом призовых денег. Самый говеный турнир до такой степени, что люди были счастливы уехать из страны. В части было уехать живым и плевать было на призовые. Если вы думали, что iBuyPowerMasters или Major в Шанхае имели проблемы, давайте я вам расскажу о Gaming Paradise. Самый отвратительный турнир. Просто безумие. Gaming Paradise была идеей Сассы Буллича и генерального директора компании The Gaming Resorts, что по иронии судьбы оказалось совсем не игровым курортом. Gaming Paradise должны были пройти по доте и кс с призовыми фондами в 50 тысяч долларов на каждый турнир, и приходили они в городе Порторош в Словении, в маленьком курортном городе на западе Адриатического побережья страны. Буллич был программистом без опыта в организации турниров, поэтому он обратился к Петру Марковичу и его компании Gaming.rs для того, чтобы его мечта превратилась в реальность. Gaming.rs отвечала за организацию турнира и отвечала за всю инфраструктуру внутри. Это локация, интернет, место проведения. По факту они отвечали за то, что этот турнир вообще состоялся. Gaming Resorts являлся спонсором и отвечал за финансовую сторону вопроса. Оплата локации, проживания и вообще за весь денежный поток, который шел. Gaming Paradise позиционился как трехдневный фестиваль. Дальше цитата. Живой музыки, убийственного пива и эпичного гейминга. Когда команды прилетели в Словению на квалификацию турнира по КС, Gaming Resorts отвечала за транспортировку игроков из аэропорта к месту проведения. Но автобусы задержались и в итоге поигроки приехали только в три часа ночи. Летели в Венецию около полутора часа. Ждали там еще около часа, пока нас соберут организаторы, все команды, и посадают на автобусы, и мы поедем все-таки в Словению. В итоге с горем пополам мы добрались в Словению где-то около трех часов ночи. На следующий день игры должны были проходить на улице под зонтиками, но все было отменено из-за шторма, которая нависла над городом. Не знаю, в общем, и сегодня сказали, что штормовое предупреждение, и типа вот сейчас дождь идет, и вообще как-то так пасмурно, темно и не очень приятно. Вроде как приехали недалеко от моря, да, и в итоге такая погода. Ну, сказали, что матчей сегодня не будет, зато завтра мы будем играть там походу в два раза больше матчей. Это реально было послание Бога, знак свыше, что этот турнир проклят, а реальный цирк начался еще за несколько месяцев до этого. В конце августа Gaming.RS начали подготавливать место проведения, но была одна проблема, не было компьютеров. По словам Марковича, Gaming Resorts отвечал за доставку компьютеров из интернет-кафе в Брюсселе, которые были в 12 часах езды. Но один из водителей пропал без вести, в итоге остался один грузовик. Его водитель спросил в Gaming Resorts, что для вас важнее, компьютеры или мониторы? В итоге выбрали мониторы. Сам не знаю почему. На самом деле компьютеры не были доставлены. Меняв решение, они нашли другие компьютеры, которые вообще для игр не подходили. У этих ПК не было видеокарт, поэтому они были доставлены поищу положенного. Затем они искали видеокарты, чтобы мы смогли провести турнир. Без компьютеров из Брюсселя, единственной ПК, которой остались, были старые компы без процессоров и видеокарт. Но не волнуйтесь, они умудрились обновить компьютеры с помощью сомнительных биткоин-майнеров из Словении. Теперь проблема была в недостаточной мощности этих ПК для проведения игр. И это все за неделю до начала турнира. CS GO турнир должен был начаться 6 сентября. Но, конечно же, игры были перенесены. Когда турнир уже начался, качество трансляции было, мягко говоря, так себе. Пока занимались установкой видеокарты, все устаканивали, никто не тестировал трансляцию, хоть был обещан хороший интернет, в итоге вылилось все в помойку. На второй день Gaming Paradise объявил об отмене турнира по Dota 2. Организаторы сказали, что им лучше сконцентрироваться на устранении проблем с турниром ПКС. Но вместо того, чтобы устранять проблемы, ситуация стала гораздо, гораздо хуже. Что может быть худшего на киберспортивном турнире? Проигрыш? Невыплата денег? Попытка вернуть паспорт конфискованной полицией? Первая плохая вещь, которая сегодня случилась, а один из сотрудников Gaming.rs обратился ко мне и сказал, что он не может взять свой паспорт со стойки регистрации, где вся арена и отель находятся. Мы в итоге пошли на ресепшн и спросили, что случилось. Нам сказали, что организаторы не заплатили достаточно денег, чтобы отдать документы и вернуть нас обратно в номера отеля. Это была огромная проблема. Gaming.rs не заплатила за отель и за аренду места проведения, и пока не выясняли, в чем проблема, полиция просто решила забрать у всех паспорта, чтобы никто никуда не мог уйти. Игроки в ловушке, без возможности улететь из Словении, без еды, без компьютеров, и угасающей надежды. Три команды через несколько дней после этого турнира должны были играть ESL, ESL и Invitational в Дубаях. Но сейчас застряли все, и сейчас вопрос не о том, что команды пытаются уехать ради лучшего турнира. И другие турниры в прошлом имели проблемы, но никогда не было настолько все плохо. Пара потерянных компьютеров и технические паузы не сравнятся с нахождением в другой стороне без паспорта на руках. Что еще хуже, представители места проведения были злые за то, что им не платят, и решили закрыть внутри всех сотрудников компании. Gaming.rs пытались поговорить с полицией, с сотрудниками арены, чтобы им не вернули обратно паспорта, но плохие новости продолжили приходить. Помните Сасу Бульча, генерального директора Gaming Resorts? Он приехал и обещал всем командам, что деньги будут выплачены в срок. И в итоге договорились, что турниры отменят, если команды не согласятся с условиями выплаты призовых в течение 90 дней после его окончания. В итоге все согласились. Мы собрали экстренно всех игроков, рассказали им об этой ситуации, из-за этого была огромная задержка. Мы также пригласили генерального директора Gaming Resorts, он с ними поговорил. В итоге финальное решение было продолжить играть, для этого игроки подписывали контракт эксклюзивно с Gaming Resorts. После того, как половина матчей за задержек закончились раньше времени, Kinguin выиграли турнир с 90-дневным контрактом на получение призовых на сумму 30 тысяч долларов. Несмотря на обещания Бульча, призовые не выплатили. Gaming Resorts обанкротились, и Бульч исчез. Я помню, что ты говорил об этом. Лучший турнир в мире, а потом закончил всю фразу, боже, сохрани их. Это было как-то странно, и он подписывал бумаги направо и налево, все получат свои деньги, даже больше изначального, а затем просто исчез. Напоследок он оставил комментарий Daily Dot, за которые его можно было запомнить. Это был мой первый турнир, и я все равно это сделал лучше, чем все остальные вокруг. Отсутствие опыта у Бульча превратило дримхаковскую фантазию в посмешище. Gaming Resorts остались все это разгребать. Они помогали игрокам добраться до турнира в Дубае, помогали вернуть паспорта обратно, они подчистили все вещи, которые они могли. Даже генеральный директор Gaming.rs сделал специальную тему на реддите, где отвечал на все возможные вопросы. Gaming Paradise без вопросов худшая идея на свете. Здесь было все. Сломанные компьютеры, конфискованные паспорта, даже сам небесный акт был. Нельзя написать идеальный сценарий катастрофы. Продакшн киберспорта прошел долгий путь за последние годы. И помните, когда вы в следующий раз будете жаловаться на твиче, насколько плох турнир, то может быть и хуже, может повториться Gaming Paradise. Перевел и озвучил Дэн. Спасибо большое всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки, участвуйте в нашем розыгрыше, пишите комментарии. Надеюсь, вам этот ролик понравился. И всем до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok